Мы не за Зеленского ради Зеленского То есть это блядво сосало 5 лет у коррупции А теперь заявляют, что они какие-то патриоты В путь, что я есть им истина Контрадиции между бойцами Красной Армии, фронта и бойцами УПА Вот что происходит в нормальных цивилизованных суспільствах, когда влада охраняется Народ повстает, убирает эту владу Потом приходят постепенно реформаторские уряды, которые под контролем народным Постепенно этот народ, этот суспільство реформируют и делают жизнь в этом суспільстве чистым, не коррупционным, замужным и тому подобное Но что происходит в нашем суспільстве? В так называемом оранготанговском суспільстве, когда народ, не народ, а марионетки влади Тобто один барин против другого барина, у которого таке самое бидло, как и у этого барина Вот они между другом гризутся и своим хлопам подкидывают Ранее розгидывали, обед кидывали А сейчас там политехнологов черных, мошек, кухарфтов из Израиля вызывают еще другие политехнологии Або просто концерты им влаштовывают, там, предвыборчие Пирожки раздают И народ, и далее за этих баринов голосуют Яки б паскудными цих баринов не были Бо народ еще гірше, еще паскуднейший Вин тупый, как насекомое Вин не понимает, что происходит в свете белом И вот после выигрыша в выборах этот энный барин Начинает жестко чморить этих холопов, которые ему помогли выиграть в выборах Админресурс Чморить через тарифоморы и тому подобное Чтобы себе скомпенсировать те вложенные на пирожки и на свистопляски деньги Которые он вложил в это быдло сообщество биомассу В этих холопов, которые ему помогли выиграть в выборах Конечно, если бы этот барин энный барин был бы такой, как нам Наполеон Или еще кто-нибудь, он мог бы созвать и холопов оппонента барина И своих холопов И пойти на соседнее государство Поработить его И за счет денег и награбленного с соседнего государства Раздать всем и своим и холопам оппонентам Чтобы они его на многие века выбирали И его там династию и тому подобное Ну а поскольку у барина не хватает поджилок на это Или он тупо не может такую армию приобрести себе Значит он довольствуется тем, что дает быдло Быдли своим холопам бабло на выборы, чтобы его выбирали А потом выигравши в этих выборах Он потом чморить это быдло, чтобы скомпенсировать себе вложенные средства в это быдло Ну это как физика чистая элементарная, психология политическая, как хотите называйте Ну а поскольку мировое суспирство уже современное в 21 веке И мода на вот такие грабительские уничтожительные походы как бы закончились Ну немножко у нас осталось Когда Россия вырезала все заводы на Донбассе С собой увезла, а стало там дикое поле Которая живет на прикормке бедных этих несчастных людей Которые постоянно голосовали за эту Россию Раньше в лице Януковича А потом им ничего не оставалось делать, как согласиться со своим тем выбором Который они, к сожалению, выбирали Благодаря тем, что они были холопами Но и не участвовали в общественной жизни все Украины Как участвовала вся Украина Выходила там за политику За то, что они постоянно выходили за одну политику За биомассу Януковича Но вернемся к нашим баранам То есть одна революция помаранчивая, оранжевая После которой общество должно было как-то очиститься Очистить свою политику, своих правителей Жить припывающе Потому что ресурсы украинские этому всему позволяют Оно не сделало, потому что оно было вот такое псевдонационалистическое Эгоцентрическое, эгоистическое Без понятий христианских Вот оно и стало управляемое сатаной Холопством стало Чмошным, тупым, тормозным, алчным и тому подобное Биобыдлом бариновским Которым постоянно барины этим случаем и моментом пользуются и воспользуются Как и произошло после помаранчивой революции Чистое предательство И холопы разбежались в полной Ну они же уже вообще не полностью тупые Они же уже видят, что происходило, что происходит Но после революции гидности Там, где погибла небесная сотня После начала войны Там, где погибли тысячи и тысячи Самых лучших украинцев Которые пошли добровольно С радостью защищать ныньку Потому что они подумали, что нынька будет правдивая Не такая уже барина холопская, как была раньше Халуйская Но произошла трагедия В очередной раз Трагедия в том, что Быдло, искушаемое сатаной Снова возродилось И снова начало Парахаботить, голосовать За тех, кто На крови армии Нашей украинской ЗСУ Добробата Наживался Заводил их в котлы Кровавые В договорняки с Путиным В договорняки Торговли на крови Коррупции Свинячокив Гладковской Этой мрази всякой Гэдота И все равно Вот это холоп Вот этот Чмошный Вонючий Гребаный админресурс Бариновский Все равно Он говорит, что нет Вот это все Менять Не надо Потому что там Кот в мешке То есть Они себе вообразили Кота в мешке Менять ничего не надо Значит, они кто? Они те же Сволочи Предатели Потому что они Не хотят менять Они же Завели Будучи при власти Холопской Это общество В говно Они не боролись С этим говном От власти А теперь менять Не хотят То есть Этот Смердячий Админресурс Он сам не отрицает Что Власть же продажная Коррупционная Но Придет еще хуже Всякое такое И они За время правления Этой власти Никак Не боролись С этой властью А только Потакали Коррупции Этой власти А теперь Когда пришел Выбор И смены Когда наконец-то Украина Проснулась Чтоб Сменить ее Демократистских выборов Эту странную власть Коррупционную Они теперь Проснулись И о себе Заявляют Что они какие-то Майдановцы Они какие-то борцы За какую-то Украину В пафосе Говорят Что они справедливую Украину хотят Еще какую-то Националистическую То есть слова Мудрые умные Попридумывали И топят За предательство За коррупцию То есть Они Виноваты Что они Не боролись Они только Сосали У этой коррупционной Предательской Власти Грабижницкой Крадижницкой А теперь они Заявляют Что это Плохой выбор Так они же И привели К этому Плохому выбору То есть Это Безответственные Чмыри То есть Они вообще не имеют Право вообще О чем-то Не то что там судить Вообще Вякать о чем-то Нет они говорят Что они там Соль земли Глаз Глаз народа Какой-то Украины Националистической Просто шок Не до вяры То есть Это блядво Сосало пять лет У коррупции А теперь Заявляют Что они Какие-то Патриоты То есть Это Заразу Превратило Украину Всю Я говорю Не Мы Патриоты Вот я не помню Точнарем Точняком Август 2014 года Иловайский котел В это время Скорее всего Были в Киеве Там выступали Против этих котлов Там выходили Тоже очень Малочисленная группа Тогда мы тянули Против Франции Против Мистрали Что Франция не продавала Мистрали И тому подобное Как-то боролись Но Я хорошо помню За Дебальцевский котел Тут Харьков Когда провожали Харьков 1 На фронт На передок Толпа вышла Флажочки Шарики Тютюциньки И тому подобное Но Когда Дима Бус Объявил В микрофон Что Дебальцевский котел Ребята Хлопцы Приехали с передка Выступить Ну осталось там 5-10 человек Бабушек Помахали И все И разошлись Вот и вся борьба Котел Люди сообщают А им пофиг То есть вот этому Быдло админ ресурсу Пофиг Котел Какой-то Дебальцевский Иловайский Насрать Но когда Вываливают их Запрошивают На шароварные Концерты Всякие Фестивали Махать Короче Шароварчину Когда Их обдариваешь Пирожочками Шароварчину Говоришь Что те хорошие Те плохие Давайте за хороших Вы хорошие Какие же вы хорошие Когда же вы гниды Не выходили за бойцов Наших поддержать Чтобы их в котлы Там В кровище Не втопили Вот Вот такая психология Людская Вот ничего с ней Не поделаешь Какая она есть С тем Что есть С тем мы и имеем дело Вот это Гнилое Ну и в чем Изюминка Этой всей хрени Что когда начинаешь Диагностировать Что Ну да Ну что поделаешь Ну такая быдло Биомасса Ну такой народ Ну и они должны с этим согласиться Да он такая Биомасса Ничего не поделаешь Ну тогда Когда Эти Этот народ Типа По сути Биомасса Но начинает Из себя изображать Великих патриотов Вот из этого Становится Очень гидко Ну и еще более гидко Отвратительно И противно Становится после того Как Обыкновенная Вата Пропутиновская В Харькове И в Украине Начинает Тебе Вполне таки На закономерно Справедливых Основаниях Настаивать И указывать Что Вы продали Державу И вы Неспособны Вы никакие И вы опять Хотите Это вернуть Эту коррупцию Разграбление армии То есть Это же ваши все Блин То есть ваши пустые Пустышки Позорные На крови Бойцов На фронте Гасла Сборожему Украину Украину Яку Свинарчужская Коррупционную Наживающаяся На крови Армии Ту Украину Порошеновскую Которая Грабит эту армию Крышей Вместо Конституцию Будь гарантом Он Гарант крыши Грабители Армии Гарантом уже Не Конституции Украины А гарантом Минских угод Договорняка С Путиным И вот этот Весь позор Указывается Нормальным Не продавшимся Адмиресурщикам Приклебателям Советникам Коррупционной Власти Нам На это все Указывают Даже Ватники И от этого Становится Очень Прикро Очень Огыдно Из-за вот этих Которых Слова не поворачиваются Назвать Майдановцами Или еще Кем-то И они Нам Той части Украины Которая Не присосалась Не стала советниками Коррупционной Власти Они еще нам советуют Кого выбирать Снова Тех же самых То есть Их Советников Они при власти Присосавшихся Присосок Коррупционной Власти Выбирать Их Да Чтобы им опять Молиться Чтобы их Пыки В телевизоре Продажная власть Показывала Коррупционно И указывала Что они якобы Промайдановские Что это Майдан Что нужно поклоняться Всему тому Что они говорят А они обычно Присоски власти Советнички Прихлебатели Продажные Чтобы их Мнение Продажное БПП И региональное ТВ Телевидение Ихнее мнение Этих советников Этой БПП Власти Показывала Как глаз народа Показывала Как глаз Майдана И люди думали Смотрите Смотрите какой Майдан Продажный Но мы что Не хотим быть такими Поэтому мы И не голосуем За таких Продажных То есть А откуда взялось Вот такое поколение Люмпинов Не только в Украине А и на России В Белоруссии Да потому что На подвиге Простых солдат Во второй мировой войне Которые Победили Гитлера Да Вот они победили Если бы они Не победили Гитлера Значит Они остались бы В ГУЛАГах В концентрационных Лагерях Уничтожены Может Часть населения Большая часть Была бы Уничтожена Через Доносы Через Ту же самую власть Через Самых тех же советников При власти Потом те советники Стучат на тех советников То есть Само уничтожение Дегенерация населения То есть Самоуничтожение Дьявола Через население Через кровь Человеческую плоть Данную Богу Для Бога Завладенную Завладенную дьяволом Само население все уничтожает. То есть, если бы не было войны, значит, оно бы уничтожилось. Это население в гулагах, концентрационных лагерях и тому подобное, в колхозах. Что-то придумали зловещее по-любому, потому что режим атеистический, зловещий и тому подобное. Но это уже другое дело. То есть, та победа, которую деды-матеря победили, пришли портократчики и сказали, что вы, деды, только фантики теперь должны и говорить все, что мы скажем. Потому что вы уже не те деды, вы сидите, молчите, мы за вас все решим. И ветераны войны патерналистически с этим согласились. Потому что они же не знали, как управлять государством. А те портократы якобы знали, но они же чмыри сами портократы. Почему? Потому что они не знают вкуса крови, не знают запаха войны. Они не знают, что такое война. И поэтому они по указке коррупционеров, которые не знали, что такое война, кровь, пот, разрухи и тому подобное, они начали так чморить, грабить народ, государство. Вот дограбились до ножек Буша, до распада этого государства. Все по той же копии происходит и с революциями, и с изменой, переменой власти. То ли после войны, то ли после революции. Когда приходят чмыри и начинают выдавать себя за глаз народа. И они тем самым коррумпируют все, что у них лежит, все, что летит, все, что движется. И страна приходит в упадок. Она становится джерелом для разграбления другими, более сильными, устойчивыми империями, как угодно можно называть. Ну, порхаботать, к сожалению, своим чмошным мозжечком и гнилой душонкой этого не хотят даже понимать. Потому что у них вот такое сердце коррумпированное и душа. Они хотят только шаровариться и раздаривать, что они кто-то, а не от власти. Ну, это как рабы. Рабу дай власть. Он превратит из нее того же самого раба, как и он сам. Тем самым уничтожив все то, что этот раб контролирует. Будь то государство, будь то что. И поскольку мы уже нормальные люди, которые сейчас, ничего им не остается, как топить за Зеленского. Раз уже так, значит, ответственно, можем о себе заявить, что мы не за вещь, вещи. Мы не за Зеленского ради Зеленского. А мы против коррупции. И при Зеленске будем так само с этой коррупцией бороться. И очень это, я думаю, будет эффективно. Потому что мы надеемся, что Зеленский в этом нам всем поможет. И чем быстрее народ перейдет от этой холопской модели быть постоянно от одного барина к другому, быть постоянно холопами баринов, которые между собой граждутся деля власть. А потом чморя этих холопов, тем лучше для людей, тем лучше для этого населения, которое должно быть людьми, а не чморливым сатанинским холопством. Но для этого они должны переродиться, чтобы не быть этой моделью ихнего общества. Ну а чтобы переродиться, им кто-то должен указывать путь, что я есть им истина. Кто-то им должен быть, ну, не паттерном, но примером хотя бы для подражания, для установок. Потому что они сами не могут себе создать установки. Если за 200, за 300 лет разборов они не могли себе создать установки, то и сейчас по сей день не могут сами себе создать. Но в чем загвоздка, что нету хорошей модели, нет хорошего примера. Потому что вот это порохоботище все, присосавшееся к власти коррупционно, им дает наоборот только плохой пример. И опять замкнутый круг. Опять 25. И по что ж ты народ пугаешь, а чи ты его не знаешь? Ну нормальный зритель запросит такой вопрос. Он спросит, извините, сообщество, вам что, мало крови, как примера? То есть логично спросить, вам что, мало крови политой за вас, за граждан, за патриотов, за всех? На войне, на Майдане. Как примеру, чтобы быть идеалом этой крови, ценить ее? Это сообщество спросит. Тогда сообщество само может и ответить себе на этот же вопрос. Если вы, те, которые называетесь Майданом, силами, связанными с идеалами украинскими, позволяете, чтобы эти идеалы в хаме коррупции поплюжились, издевательствами коррупционно, продажничествами, торговли на крови и тому подобное, то, извините меня, кто-то должен подвинуться, или эти идеалы, или вы, те, которые называете себя идеалами, кто-то должен подвинуться, идеалы не могут подвинуться, потому что они идеалы. Значит, пускай подвигаются эти гниды, которые не борются, которые уселись на этих идеалах и только пьют кровь с этих идеалов из сообщества украинского. И тут нету никакой контрадиции между бойцами Красной Армии, фронта и бойцами ОУНУПА. Нету, потому что УПОВцы пропускали Красную Армию, фронт пропускали, а потом боролись за вызволение, за незалежность нынки нашей вечественной Украины. Почему нету аж великой такой разницы? Потому что это обычные простые солдаты. Только те оказались в том месте, другие оказались в том месте и в то время. Но и отличает до сих пор их только идеология, что одни боролись за незалежность самостейную нынки Украину, а другие за пролетарией всех стран соединяйтесь. Вот они соединились и в 90-м году получили ножки Буша, распались. То есть де-факто бойцы, условно так скажем, Красной Армии, потому что не бойцы придумывали это название, что было, то и было. Если бы не эти бойцы, то бы такая навала никогда бы не выигралась бы. То есть они своими телами, своей кровью воевали за всех нас, от которых потом и демократия зависит, которые не борются за всех нас, нас таких. Но это уже другое. То есть они воевали за нас, но фактически они воевали еще за ту идею, которая в 90-м году распалась. СССР распался. Они за него воевали. Кровь миллионами отдавали бойцы. И Красной Армии, и другие отдавали. Вот как с этим быть? То есть сам утвор, сам организация уже была сама в себе фейковая СССР. Марксистская и тому подобное. На идеологии, не на экономике и тому подобное. А бойцы УПА воевали за незалежную, повстанческую, за независимую ныньку Украину. А это есть уже вечные понятия. То есть они, бойцы, воевали за вечные понятия. Но, к сожалению, эти вечные понятия сталкивают лбами. Нацию к нации. Что потом олигархам наживаться. И делают это как портократские коммуняки, гребаные, так и олигархи других наций. Происхождение, за бабло, за что угодно. За тупизм, имбилициализм, за парахоборство, за что угодно. Это делается. Сталкивается лбами. На крови и тех, и тех бойцов, которые боролись за нас. Для того, чтобы не были быдлом. Ну, а мы попрали их кровь. И стали нрачки на коленке. И не боремся. Видишь, не боремся с еповским беспределом. Не боремся с олигархическим беспределом 28 лет. Не боремся. То есть бойцы ж не были просто автоматическим, механическим пушечным мясом. Они ж у себя в нырьях, в мечтаниях. Они рисовали себе, что будет и Украина, или там на Рашке Россия будет справедливым. Их понимание, насколько они могли это понять, справедливым понимание страна. А эти что с этим делают? Бессмертные полки путиновские за того Путина, олигарха, который разграбил ту же самую Рашку и проводит войну тут, в Украине. А они ходят там с палосами, говорят, что они якобы за тех бойцов, которые воевали. Все наоборот. Они наоборот своим этим доказывают, что они против тех бойцов, которые воевали. За их свободу. А что они теперь с этой свободой делают? То есть одни на России, на Путинашке, попрали кровь бойцов Красной Армии, которые боролись, миллионами гибнули, за них гинули, за то, чтобы они были свободными. А по сути они сейчас никакие не свободные, они марионетки олигархов, они холопы, халуи. Потому что они же с ними не борются, это ссыкунота. Миллионы, миллионы, это ссыкунота просто на территории, которая отдано путиновским олигархам на разграбление. И они как халуи у баринов на этой территории. Это что, стоит крови миллионами политой за эту землю, ихнюю, российскую, русскую, как хотите ее называйте. С другой стороны, у нас практически то же самое. Те, которым предназначено быть идеей, которые идентифицируют с собой идею, они же не борются. Они стали ссучинами олигархами. Они марионетки, они халуи этих олигархов, парахободских сейчас. Других тоже. Они не борются, они только оскверняют кровь бойцов на фронте, поливаемые тоннами за них. Какие гниды. То есть халуи на рашке не борются за свою свободу, политую кровь, данную им. Не борются, а обвиняют во всем украинцев, которые борются за свою свободную независимость. Борются, проливают кровь, создают майданы, выходят, опять борются, опять за новых, против предателей, гнид всяких борются. То есть они на рашке этого не понимают. Они привыкли жить, как и при царизме, и до царизма, Иване Грозном, халопами, бурлаками. То есть эти парахободища, обвиняя тех россиян, которые не борются, делают все буквально то же самое, что и делают россияне. Только еще во сто крат хуже, потому что они делают это на свежей крови патриотов своих, которые тут в Украине борются напередки. А эти парахободища говорят, что да нет, коррупции нет, все нормально, пускай на этой технике, которая выезжает, бойцы взрываются. То есть украденной техники нету, воровства нету в армии, торговли на крови нету, коррупции нету, свинарчуков нету, все у них нету. Это шито-крыто у них. Главное, что они есть, эти парахободские тварынки. Прислуживатели халуи, холопы, как и нарашки, олигархов власти, преступной, злочинной, предательской, сабантучи коррупционные на крови, минские угоды вместо конституции. А они, не, не, все нормально, и пафосом это все заливают, поливают. Как их отличить от путиной давнорашки? Они те же самые, только уже на крови наших украинцев, которые гибнут на фронте, за них же, чтобы они такими не были. Но они опять и опять повторяют, чтобы они были такими, потому что они, ну, больные люди. То есть они больны, мораль ихняя, мировоззренческая, настолько больна, настолько чмородна, идиотична, что они сами в этом себе признать не могут. А те, которые их выявляют, они их называют кем угодно. Ну, признаки слабоумия, старческого, деменция, а скорее всего, грех сатанинский на лицо. Даже у многих некоторых, скажем, некоторых священников, которые это делают так же, как делают и нарашки. Предают веру. Короче, мы вернулись к тем же самым халуям, с чего и начинали. Бариновские халуи, царские халуи, феодальные халуи, которые сдали ныненьку Украину, тому под подданщинство Катериновскому. Сдали все казацтво. Вот таким халуйским образом, что они не смогли самоорганизоваться, как монархи, как кто угодно в то время был. Не смогли. Смогли быть только халуями. А теперь ругают всех и вся за свои преступления в тогдашние поры, которые в своей консеквенции привели к такому же цареподданчеству, такому же халуиству и в 19 веке, и в 1918 году, когда полмиллиона Киева не вышло на сраную банду Муравьева в 7 тысяч. И дальше таким же путем сталинские репрессии и Голодомор. И сейчас даже они до сих пор прикрываются жертвами репрессий и жертвами Голодомора, чтобы паскудно халуйствовать, может даже за бабки, у этой коррупционной власти, которая в консеквенции приводит всю Украину к такому же халунничеству, такому же разграблению, как это было и в 1918 году, и все последующие годы разборов ныненьки Украины. Продолжение следует...